Гастрономический праздник для всех ценителей полезного и натурального. В Иванове состоялся второй фестиваль сыра. Такого разнообразия сортов и вкусов нет ни на одной магазинной полке. А главное, все свежее, приготовленное по отработанным классическим и авторским рецептам. Ряд привез на пробу новинки, которых пока нет на прилавках. Страчетеллу, качоту с пожитником и плавленый сыр. Мы сегодня будем демонстрировать производство сыра. По техническим причинам будет демонстрироваться только молодой сыр. Производство сейчас происходит ферментации сыра. И где-то через полчасика будем его разрезать и делать уже формировать доловки сырные. Можно будет сразу продегустировать и купить молодой сыр. Фроловские сыры из козьего и коровьего молока украсят любой стол. Сыровар готовят и экспериментируют уже пять лет, но по большей части для себя, для друзей и знакомых. В фестивале уникальная возможность получить обратную связь. Ведь сыр – это титанический труд. И важно, чтобы он был не напрасным. Просто любить эту работу, потому что труд очень большой, труд очень тяжелый. С пяти утра и до вечера, пока ты не закончишь варить сыр, ты не должен успокоиться, он тебя не будет держать. Мы занимаемся только переработкой молока. У нас нет животных, поэтому и сыр также, он же живой. Мы не можем его бросить и уехать куда-то. Мы занимаемся, пока мы его уже не доведем, так сказать, до засолки, а потом уже и афинажа, мы занимаемся этим сыром. Многие сыры требуют очень такого бережного отношения к себе, как ребенок. Его надо переворачивать до четырех раз в день. То есть в афинаже, почему говорят сыры такие дорогие? Потому что используется хорошее сырье, молоко натуральное, закваски хорошие и опять же труд, очень такой действительно немалый труд. Частной сыроварне из родников всего полгода. Отработано пока пять рецептов. С остальными экспериментируют. И судя по очереди у прилавка, вполне удачно. Сыром стали заниматься по той же причине, что и остальные здесь. Захотелось натурального и безопасного для своей семьи. Из своего детства мы помним вкус натуральных продуктов. И хотим, чтобы наши дети вспомнили из своего детства тоже вкус натуральных продуктов. А сейчас вся пищевая промышленность, минуту, как химическая лаборатория, сами представляете. Поэтому хотим кушать натуральные, чтобы наши дети, внуки кушали тоже натуральные. Участниками ярмарки стали не только сыровары из Ивановского региона. Производители из Костромской, Ярославской и Московской областей тоже присоединились. Фестиваль за год он не просто вырос, он проходит в новом формате. Он прямо прилизался, такой уже обставился. Появились всякие объекты, организованы были другие торговые места совершенно. То есть он вышел на новый уровень. Но самое главное, что меня второй раз поражает Иванова, поддержка Ивановского. Когда приходят, говорят, ребята, фермеры, сыровары, вы нам очень нужны. Пошите нашу землю, разводите своих коров, а мы будем покупать наши продукции. Это самое приятное. Поэтому я здесь. Сейчас в России проходят пять фестивалей доверебенных сыров. Я именно Иванова, потому что такой горячей поддержки я почти где-то и не видел за последние годы. Если как сейчас дальше пойдет развитие сыроварения и фермерской Ивановской области, которая каждый год и по качеству, и по количеству растет, я думаю, что Иваново скоро с одни городом и вес, а Иваново будет ассоцироваться с городом сыра. Фестиваль посетил и губернатор Станислав Воскресенский. Один из участников предложил организовать в Иванове музей сыра. Глава региона идею поддержал. Теперь решается вопрос, касаемо помещения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин